Друзья, всем добрый вечер! Мы начинаем с вами сегодня лекцию, которая проходит у нас в рамках выставки «Отлинник слову», на которой вы находитесь уже. Частично эта выставка посвящена книгам, и сегодня мы пригласили специалиста-историка Нунем Хитарян, которая расскажет вам подробнее об истории армянской книги, о Матаны Даране, о некоторых экземплярах очень редких, очень интересных в истории армянской книги. В общем, спасибо вам большое, что вы сегодня пришли, спасибо именно, что согласились нас сегодня выступить. Давайте, наконец, приступим. Спасибо большое, я очень рада видеть вас всех на этой лекции, и с вашего позволения мы начнем. История книги вообще как способа фиксации консервации истории сама по себе очень интересна. И так как у нас речь сегодня пойдет про армянскую книгу, мы все-таки сделаем такую небольшую предысторию, такой экскурс, а потом только перейдем к армянской книге. Вот какую книгу считать в истории самой первой. И можно ли, скажем, шумерские глиняные таблички или египетские настенные записи считать первыми книгами? Если так, то с чего начинать историю первой книги? Мы пока вот эти вопросы оставим в сторону, мы начнем со времен, когда благодаря некой вот такой военной экспансии, я имею в виду историю Александра Македонского, грамотность, доступность к информации стала не кастовой привилегией, а именно распространилась более широко, стала доступна и, возможно, уже не по кастовой системе, а по системе желания, по системе стремления. И, наконец, просто стало зависеть чисто от материальных возможностей желающих учиться и приобщиться к литературе, к искусству грамотности. Я имею в виду историческую эпоху эллинизм, когда греческий язык, греческий алфавит был распространен от Биренейского полуострова до самых глубин Азии и стал не просто единым международным разговорным языком, но и распространил культуру книги, культуру литературных записей по всему древнему миру. И это явление, вот эллинистическое явление, положило начало очень интересной традиции, о которых мы мало говорим, традиции собирать библиотеки. Мы все с вами еще со школьных времен помним про Александрийскую библиотеку, но на самом деле библиотеки стали создаваться во всех крупных городских центрах тогдашнего мира, будь то Александрия, Андрея, Антиохия, Пергамская знаменитая библиотека. И она стала как бы уже неотъемлемой частью истории именно этого народа. То, что в Армении того времени тоже существовали книгохранилища библиотеки, об этом свидетельствуют историки, не только армянские, но и грекоязычные историки. И есть еще очень интересный факт, что армянские цари, в частности, вот сын знаменитого Тиграна Великого, сам очень любил писать речи и трагедии, и даже вот в тогдашней столице Армении, в Арташате, в Арташатском театре, ставились некоторые его произведения. Другое дело, на каком языке были все эти библиотеки, и в частности, книгохранилища на территории армянского государства. А в армянском литературном письменном языке, вот так называемом домаштоцовском алфавите, Маштоц, это создатели армянского современного алфавита, до сих пор идут очень жаркие споры, и, по-видимому, эти споры будут идти еще очень-очень долго, потому что доказательств аргументов как за, так и против со временем становится все больше и больше. Но все равно они вот добавляются как-то в равных пропорциях, и каждому факту находится свой противоположный факт, и споры никак не дойдут до своего конца. Важно не это на самом деле, важно то, что литература, письменная литература, культура чтения уже в Армении существовало. Существовало книгохранилище, царское книгохранилище древнейшей столице Армении, они и некоторые наши историки V века ссылаются на эти рукописи, приводят целые цитаты, несмотря на то, что христианство, конечно, выступающее против всякого языческого влияния вероисповедания, конечно, добралось и до этих манускриптов в книгохранилище. тем не менее, следующий этап, следующая историческая эпоха, на которой я бы хотелась и мне бы хотелось остановиться, это принятие христианства. Почему? Потому что, в общем-то, обретение армянского алфавита, создание армяноязычной литературы и книжного дела напрямую было связано с принятием христианства. Как мы знаем, армянское государство первое во всем мире, которое объявило христианство государственной религией. Ну, многие историки это приписывают какому-то божественному наитию, какому-то велению сверху, но на самом деле это был четко осознанный политический акт. Армения с древнейших времен до самого конца XIX века как бы находилась между двух огней, между двух врагов противоборствующих сторон. И для того, чтобы выжить, Армении нужна была очень сильная централизация власти, консолидация сил. языческая религия со своей толерантностью, с лояльностью, она не давала такой возможности, а христианство как раз призывало к строгой централизации вокруг одной оси. И именно поэтому в 301 году, когда еще не было ни канонической Библии, ни символа веры христианства, не были составлены знаменитые пасхалии константиновские, христианство не было объявлено Константином допустимой религией, армяне приняли христианство. Однако, как ни странно, быстрой, четкой консолидации не произошло, и централизации не произошло по той простой причине, что эта идеология была привнесенной, то есть она была на чужом языке, она отображала не армянскую культуру, поэтому очень долго она, вернее, я имею в виду религия христианская, владела только вот можно сказать верхушкой общества. Народ, особенно на окраинах глубинах, оставался непричастен к христианской культуре просто потому, что это было чужое, абсолютно чужое, и по воскресеньям ему и народу с церковного аналоя вещали на непонятном языке, непонятные истины, которые потом приходилось переводить и объяснять. Именно этот момент очень четко зафиксировал для себя вот великий армянский просветитель Майсрок Маштоц, когда во время своей миссионерской деятельности сам он, будучи на государственной службе, занимая достаточно высокую должность, оставил все это и ушел просто в христианские миссионеры, в христианской стране, именно для того, чтобы понять слабые и сильные стороны государственной власти. И Маштоц понял, что нужна национальная христианская идеология, и этому он посвятил всю свою жизнь. я думаю, те из вас, кто побывал в Ереване, сразу узнают вот это здание, знаменитое книгохранилище, научно-исследовательский институт, где хранятся вот эти просто неописуемые сокровища, древние манускрипты, как армянские, так и греческие, арабские, латинские. Очень интересная коллекция. Всего в мире насчитывается примерно 33 тысячи манускриптов. Из них примерно давайте я назову цифры, чтобы не быть голословной. Из них примерно 11 тысяч это целые рукописи и очень много отрывков, фрагментарные книги. До сих пор ведется расшифровка, исследовательская работа, и, конечно же, существует там очень красивый выставочный центр, где показаны особо интересные и примечательные манускрипты. Но это матенадаран, хранилище рукописей, которое существует сегодня. А первый матенадаран создал, собрал сам месроп масштодз. После обретения армянского алфавита, которое, считаете, тоже вот таким божественным чудом, масштодз развил удивительную такую многостороннюю деятельность. Он не только обучал молодое поколение, он их отправлял учиться за границу, и, что самое интересное, возвращаясь, эти его ученики приводили с собой списки тех рукописей, которые хранились в книгохранилищах, библиотеках Афины, Афин, Александрии, Антиохии и других культурных центров. И параллельно образовательной деятельности они занимались переводческой деятельностью, они занимались проповеднической деятельностью, и венцом их деятельности и стал вот этот первый матенадаран, который был основан в тогдашнем духовном центре, ну и теперешнем Эчмиадзине, где и хранились все эти рукописи и переводы. А Месроп Маштоц, самый известный его портрет, а вот здесь у матенадарана он встречает всех посетителей внизу. Видите, вот эта скульптурная группа, это Маштоц, перед ним на коленях его ученик, но скорее это вот такой собирательный образ, то есть воплощение всего армянского народа, который в благодарном порыве опустился перед ним на колени, а наверху вот у входа справа и слева это шесть самых выдающихся мыслителей Армении древних времен и Средневековья. Но все дело в том, что время, конечно же, неумолимо и как бы не утверждали, что рукописи не горят. Рукописи на самом деле очень даже хорошо горят и по-человечески горят долго и мучительно. Поэтому у нас самых древних рукописей к сожалению нет. Все, что есть у нас отдельные фрагменты, отдельные кусочки. Была очень такая интересная практика старые уже истлевшие книги пускать на уплотнение укрепление переплетов. То есть отдельные кусочки, которые остались от книг более-менее целыми, вклеивать в переплет для того, чтобы придать этому переплету дополнительную плотность. И иногда это приводит просто к неописуемым чудесам. Вот, например, это тронный список всех армянских княжеских родов. Это то, что, наверное, редкая страна сохранила в своих архивах, в своей истории, а до нас этот список дошел в переплете другой рукописи. И чудом этот список был обнаружен историком нашим Никитой Эмином в начале позапрошлого века. Первый цельный манускрипт, который дошел до нас, вот он, вы видите, вот справа, называется Евангелие Матери. Дело в том, что это Евангелие VII века. Эта Евангелие тоже имеет очень богатую историю, принадлежала матери католикоса Васгена I, известного нашего католикоса, просветителя. Он скончался в 1995 году, если я не ошибаюсь, но после смерти матери он эту книгу передал Матэнадарану. И вот на этой рукописи во время Инау ругаться наши президенты приносят клятву верности своему государственному долгу. А это чудо-переплет. Слоновая кость, вот такая тонкая работа, сохранился переплет, и он, кстати, выставлен в Матэнадаране на всеобщее обозрение. И его можно осмотреть. Вообще традиция делать богатые оклады, богатые переплеты было распространено, я думаю, наверное, во всем христианском мире. Точно так же поступали и на Руси. И в Армении, так как само обретение алфавита в народном сознании прочно закрепилось именно с христианским учением, книга воспринималась не только как, скажем, литературное произведение, не только как в частности Евангелие, не только как Слово Божие, но и как хранитель именно армянского народа, армянского очага. Поэтому к книге было совершенно особое отношение. В более поздних рукописях встречаются записи, сделанные в конце книги. была традиция в конце каждой книги оставлять вот такие поминальники коллофона, где писалось, кто заказывал книгу, кто писал, кто его иллюстрировал, или, как говорили по-армянски, расцвечивал. И художников, иллюстраторов так и называли расписывающий цветами Цахкох. И эти коллофоны, поминальники иногда содержат исторические события, которые каким-то образом выпали из официальной хронологии, и историю, общую историю не вошли. Так вот, удивительной тщательностью и красотой выписывались заглавные буквы, им предавались формы зверей, птиц, разукрашивались в разные цвета. Но это сейчас, по-моему, стало чуть ли не торговой маркой всех армянских рукодельниц и мастеров, потому что на рынках в Армении, где продаются самодельные вещи или вот ювелирные вещи, вот эти буквы встречаются на всех футболках, на всех кепках, вот на всем, они везде. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на это оформление. В дальнейшем это получает очень большое развитие, вот такое оформление. Называется притвор, хорян, то есть вход в церковь. Книга сама, Божье слово само становилось как бы входом в церковь. И этим и основывались вот особая тщательность красота оформления вот всех этих рукописей. я вспомнила, что я хотела сказать. Бездетные семьи, которые вот не сумели завести детей, они, как правило, заказывали книги, как бы ну возмещая вот ту пустоту, которая существовала в их жизни именно книгой. Бывали случаи, когда из-за богатого оклада, не то, что бывали случаи, а именно как правило, книги становились объектом похищения, а во время военных действий книги просто вот враги вырывали оклады, это было очень так распространено во времена нашествия турков-сельджуков и татар-монгол. Просто оклады вот так вырывали, а книги бросали. Либо бросали, либо просто бросали в костер, то есть уничтожали. Им известен случай, когда Атабек Адалкуз это 1171 год, я имею, 1137 год, 10 тысяч рукописей спустил с Татевского университета в овраг и сжег. Так что рукописи очень даже горят и хорошо горят. Рукописи тоже уносили на чужбину, уносили в плен, как их называли. И очень часто армянские купцы на восточных базарах выкупали эти книги, возвращали в армянские церкви, если таковые были на чужбине, и просили просто вот в поминальник добавить их имя, что они вот такие-то, такие-то, в таком-то году, на таком-то базаре купили эту книгу. Помяните наши души. Единственная просьба. Нужно сказать, что с потерей государственности, то есть с середины V века книжное дело на территории Армении заметно пошло на убыль, а с появлением арабов, это уже VII век, практически на территории Армении переписчики остались работать только при крупных монастырях и храмах. Но зато уже после обретения вот новой государственности, когда настал период так называемого Армянского Ренессанса, начался вот новый подъем именно книжной миниатюры, то есть книжной иллюстрации и работа переписчиков. Что я хочу еще добавить, прежде чем мы перейдем вот к новому этапу нашей истории, очень много армянских, работ армянских историков и литераторов V, IV, VI веков сохранились в переводах на арабский, на сирийский, на греческий языки. И, как правило, эти переводы, они сохранились более такими нетронутыми, если можно так выразиться, чем дальнейшие армянские списки. На территории самой Армении в силу каких-то межрелигиозных трений или в силу вражеских нашествий эти книги очень часто переписывались и редактировались. То есть удалялось все негодное, добавлялось что-то другое. Поэтому более такие чистые, более близкие к оригиналу варианты, как ни странно, это самые ранние переводы наших историков. Я это говорю о пятом веке, потому что именно дальнейшие списки, исковерканные списки, очень часто вводили исследователи, историков в заблуждении в вопросе установления времени создания данного манускрипта, данного произведения. И еще одно обстоятельство. Армянская церковь традиционно иконоборческая. Что это значит? Иконы в армянских церквях не приветствовались, иконы не писались, иконы воспринимались как некое отождествление с идолами языческими. И считалось, что перед Богом должен стоять либо на коленях, либо просто стоять и молиться ему, глядя не на икону, и глядя как бы в себя. Поэтому традиционная живопись, танковая живопись в Армении стала развиваться довольно поздно, уже в новые времена. примерно в то время, когда в России очень большой подъем переживала русская парсона. Но зато книжная иллюстрация, то, что называется миниатюра, книжная миниатюра, стала очень сильно развиваться, можно сказать, просто расцветать во времена так называемого армянского ренессанса. Но ренессанс что такое, это мы знаем. Возрождение, но возрождение именно европейской литературы, культуры, искусства, экономики, науки. А армянское возрождение имеет некий двоякий смысл. Это возрождение государственности и возрождение в том смысле, в котором мы используем, говоря о всемирной истории. Государственность у нас восстановилась в 885 году, но та Армения, которая была, она уже не собралась ни разу за всю свою историю. И понятие диаспора, которое очень характерно для Армении и армянского народа, она складывалась, я бы не сказала, что с потерей государственности, я бы сказала, что параллельно даже государственности с очень давних времен. Именно поэтому, когда речь заходит об истории, принято было подчеркивать, разговор пойдет не об истории Армении, а об истории армянского народа, потому что, как мы с вами сегодня еще увидим, очень значительные события в истории Армении происходили за ее историческими пределами, но все равно они были связаны с историей Армении и с историей народа. Но это я так слово, теперь давайте вернемся к армянскому возрождению. Вот здесь у нас есть несколько страничек из Евангелий 11, 12, 13 веков. И я вас прошу обратить внимание во-первых, на богатство красок, на то, что здесь уже, хотя это книжная миниатюра, и, в общем-то, тематика тоже строго определена, и каноны тоже строго определены, но тем вниманием уже просматриваются все те тенденции, которые потом настолько развились в странах Европы. Вот это тоже Евангелие из Ерзенка, это 13 век. Вот видите, здесь посещение волхвов и Дева Мария в яселях с младенцем Иисусом. А это тот самый Симеон, который встретил младенца Иисуса, когда его после исполнения сороковин принесли первый раз в храм. Как правило, и переписчики, и иллюстраторы называли свои имена, а вот это Евангелие, так называемое Ахбатское Евангелие, писалось это Евангелие в монастыре Ахбат, это Северная Армения, к счастью, это еще находится на территории современной Армении, это Лорийская область. Это Евангелие. Само по себе очень интересно, в каком плане. Цветы, гранатовое дерево, счастливый музыкант под гранатовым деревом играет на Уде, а на дереве сидит вот какая-то райская птица и завороженно слушает эту музыку, а на самом деле вот прямо по всей странице, вот Хоран, вот этот вход в Храм Божий. Дальше вход Иисуса в Иерусалим из того же Евангелия. Здесь вообще допущено с нашей точки зрения небольшое хулиганство, а с точки зрения средневековых отцов церкви просто святотатство. Два героя, один из них писатель, переписчик Евангелия, другой из них вот автор всего этого чуда. Кто из них кто, не суть важна. Для нас важно то, что один оставил послание другому, даже имя его назвал, Шероник. И что здесь написано? Вот ему он оставил. В следующий раз принеси с собой рыбу. И на случай, если вот Шероник, скорее всего это иллюстратор, потому что, ну, наверное, он подумал, что может читать он не умеет и нарисовал и его, и рыбу. А он, значит, принесет вино. То есть, несмотря на то, что жили очень скромно, можно сказать, в суровых условиях, иногда позволяли себе вот такое удовольствие. Отмечали работу вином и рыбой. А это уже времена Киликийская Армения. Я просто двумя словами поясню, что такое Киликийская Армения. Второе армянское государство, условно говоря, второе, пало в 1045 году. И, в общем-то, не без участия Византийской империи. То есть, при помощи всяких интриг, всяких своих таких политических маневров Византия добилась того, что некоторые армянские князья свои земли дарили или продавали Византийской империи, взамен получая якобы покровительство империи. Но, конечно же, никакого покровительства они не получали, но свою землю теряли. Так поступил князь Севаспуракана Иоанн Синахирип. И, что интересно, когда он покидал уже свои земли, с ним ушли жители 72 крепостей, восьми городов и, по-моему, трехсот сел. А сколько рукописей он с собой увез никуда неизвестность. Об этом история умалчивает. Но далеко не уходили, как правило, и князья, и жители Армении. Но то ли, надеюсь, вернуться со временем, то ли еще по каким-то причинам. и получилось так, что к концу XI века на Килигейском побережье, это территория сегодняшней Турции, это Южная Турция, это как раз стык Сирии и Турции на сегодняшний день, собралось столько армянского населения, что они смогли там организовать сначала княжество, а потом с 1199 годов и королевство, Киликийское армянское королевство. Это королевство существовало вопреки всякому здравому смыслу, но она просуществовала 375 лет и оставила в нашей истории просто неописуемые жемчужин, неописуемые чудеса, и одно из этих чудес вот школа миниатюры, которая была основана в Киликее, которая поддерживалась более 100 лет. Чем еще замечательна это Киликее, давайте сразу я об этом расскажу, чтобы потом больше не возвращаться к этому. Во-первых, Киликее стало форпостом для крестовых походов, то есть завоевывая незнакомые земли, крестоносцы в лице Киликийского государства имели поддержку единственного христианского государства на всей этой территории, на всей этой земле. И Киликийское государство поддерживало очень хорошее торговое отношение с такими городами, государствами, как Венеция, Генуя, другие известные итальянские города, и, конечно, с Кипром. Кипр к тому моменту был таким вот островом транзитной торговли между Западом и Востоком, и считался очень лакомым кусочком как для западной цивилизации, так и для восточной. И Киликийское государство впервые, скажем так, в Киликийском государстве впервые зародилась вот эта ориентированность на Запад и в политическом, и в культурном, и в экономическом смысле. И вот в Киликийском государстве в начале XIII века работал вот такой художник-миниатюрист Торос Рослин. До нас дошли семь его книг, которые вот точно идентифицируются. Одна из этих рукописей, вот так называемая вот эта царская Евангелие, чем она примечательна прежде всего? Что здесь у нас присутствие портрета. Впервые в истории Армении, в истории христианской Армении, скажем так, в рукописях чисто христианского назначения встречаются не лики, а конкретно портреты конкретных людей. Евангелие было создано в честь свадьбы принца Левона с принцессой Керан. Имя достаточно странное, но это, скажем так, аббревиатура, если можно так сказать, от обращения Кирия Анна, госпожа Анна, сударыня Анна. Ну, в просторечии это стало Керан, и вот эта знаменитая наша царица, благотворительница, очень известная женщина вошла в историю как царица Керан. Так вот, по случаю бракосочетания было создано вот это Евангелие, они здесь изображены как жених с невестой, а вот через 10 лет они изображены со всей своей семьей. Опять же, царица Керан, царь Левон, их дети, на них не сходит Божья благодать, но нужно сказать, что это Божья благодать вовсе не сошла на эту семью, потому что дети перебили просто друг к другу в этих притязаниях на отцовский трон. Тем не менее, это школа Тороса Рослина, у него были свои ученики, у него были свои последователи, как я уже сказала, семь его работ идентифицированы, но есть и работы, которые приписываются ему, но автора не установлены. Был еще и другой художник, тоже создавший свою собственную школу миниатюры, Саркиз Пицак. Это очень интересный экземпляр, и я думаю, об этом экземпляре мы сейчас поговорим, потому что вы знаете, иногда обыденность превосходит любую фантастику. Если кто-то сочинил историю такую, то, что произошло с этой книгой, я думаю, никто бы не поверил, просто прочли и сказали сказки какие-то, но то, что я рассказываю, действительно произошло. Эта книга, во-первых, она огромная, изначально она состояла из 660 листов, и на каждый лист ушел, скажем так, один телец, то есть кожи одного тельца, потому что это тоже пергамент. Что интересно, вот я просто на секундочку опять прервусь, бумага использовалась уже в 10 веке. Первая бумажная книга, которая дошла до нас, датирована 931 годом. Но, во-первых, бумага стоила дороже, чем пергамент. Пергамент был более износостойким. И, как правило, любой крупный храмовый центр имел свой источник пергамента. То есть при храме держали скот, держали животных, шкуры которых шли на изготовление пергамента. И поэтому бумага до появления типографии не очень-то использовалась в книжном деле. И еще об одном явлении я бы хотела рассказать, прежде чем мы продолжим. В результате арабского нашествия, начиная с 7 века, потом турков-сельджуков, до этого, задолго до арабово-турков-сельджуков в результате первого раздела Армении, в результате второго раздела Армении, сложилась ситуация, когда население просто уходило из Армении в поисках куска хлеба. Как правило, это было мужское население, и таких людей, которые отправляются в никуда в поисках заработка, в надежде там заработать и вернуться обратно домой в семью, называли пандухт. Но вот история нашей диаспоры, история Армении показывает, что ни одному пандухту так и не удалось вернуться. Но эти пандухты в чужих землях, в чужих странах, как-то вот перебиваясь, как-то работая, живя, создали целый пласт культуры, создали такое вот понятие общественного слоя, характерного именно для Армении. И, как правило, это были не только ремесленники, не только люди, которые что-то имели дел, умели делать, но пандухтами становились переписчики, люди, которые умели читать, писать, которые, уходя от своих, скажем, маленьких разоренных селений и городков, прибивались к крупным храмовым комплексам, прибивались вот к чужим таким крупным, более крупным, скажем так, целым вот братьям храмовым, и там продолжали свое дело. И понятие пандухт со временем стало обозначать просто бездомный человек, потерявший свой дом, свой очаг. И вот эту нашу книгу, когда заходит о ней речь, историки тоже называют книгой пандухтам. В чем суть вот этого названия? Книга была заказана и написана в городе Эрзерун с 1902 по 1904 год. Огромнейшая книга. Так и называется гамиляри, то есть сборник речей, сборник избранных речей. Со временем, не со временем, а после взятия Эрзерума, Рух Эддин Эмир, конечно же, похитил эту книгу, но по дороге, вот когда он проходил, наверное, проходил или каким-то образом об этом стало известно мужским священникам. Муж это такой известный город в провинции Торон, и там находится знаменитый, очень знаменитый на всю Армению храм святого Карапета, святого Иоанна Предтечи. Храм был основан на фундаменте даже языческого знаменитого Аштейшата, тоже был очень известный богатый храмовый комплекс, и мужская братья просто обратилась к своим деревням с кличем собрать деньги и выкупить у Рухадина вот этот гамиллярий, поэтому он и называется мужский. Рухадин заломил какую-то астрономическую сумму по тем временам 4000 серебряников, но крестьяне собрали эту сумму и выкупили книгу, и книга очень долго хранилась внуши, вот именно в церкви Иоанна Предтечи святого Карапета. Во время Первой мировой войны турки, не турки, а ну турки разорили муж, понятно, две женщины которые вот с караваном надеялись перебраться в русское Закавказье. Что они сделали? Книга очень тяжелая, 660 страниц, 660 тельцов пошло на эту книгу. Что они сделали? Они разделили на две части. Разоренные, совершенно, можно сказать, голые, без ничего женщины оставили все взяли с собой книгу и понесли. Одна из них не выдержала и на полпути закопала книгу в Эрзеруме. Другая донесла до Тифлиса и сдала в армянское археологическое общество. Во время кампании 1918 года, когда русские войска освобождали Эрзерум, один русский офицер каким-то чудом обнаружил вторую половинку этой книги, забрал с собой, в Тифлисе, сдал в то же армянское археологическое общество. И уже после установления советской власти, сначала в историческом музее армянском, потом, после того, как был построен Матэнадаран, в Матэнадаране две половинки нашли друг друга. Вот я говорю, если рассказать, написать специально, никто не поверит, а это то, что произошло действительно. Правда, там не хватает несколько страниц, то ли 60, то ли 30 страниц, и они рассеяны, опять же, по всем хранилищам и музеям мира. Некоторые страницы находятся у махитаристов, конгрегации махитаристов на острове Сен-Лазарь. Там тоже, кстати, есть очень богатое книгохранилище. Богатый Матэнадаран есть у Иерусалимского Армянского Патриархата, но все-таки самый богатый и самый значимый фонд, это фонд Ереванского Матэнадарана. А я не знаю, вы успели заметить вот эту маленькую книжечку? А вот это, это календарь. Написан в Крыму, в Кафе, величиной со спичечный коробок и весит всего 19 граммов. И они вот прямо под витриной вот этой стеклянной лежат, вот лежит прямо вот на полях мужского гамилляря. Вот этот календарик, чтобы просто сравнить самый большой и самый маленький во всей коллекции Матэнадарана. Сейчас вот мы переходим вот к другому важному лицу нашего сегодняшнего рассказа. Мы перескакиваем сразу вот 1512 год. Это человек, который книгу сделал доступной для всех. Это первопечатник армейский. Хакоп грешник, венецианский купец, который сделал книгу не только доступной, но и светской, мирской. Вот этот памятник ему, он стоит в Ереване. За ним, вот за памятником, это бывшее издание полиграфического комбината, названное его именем. И я продолжу. Дело в том, что в 16 веке в Европе уже появилось очень такое густое, если можно так сказать, армянское население. В 1375 году Киликийское царство пало, и огромное количество населения, конечно же, нашло убежище в более, скажем так, безопасных, более обеспеченных, защищенных краях. В те времена это были Европы, это были крупные торговые города. Одним из таких городов была Венецианская республика, и там вот к началу 16 века основалось огромное количество армянского населения. Купцов, которые занимались транзитной торговлей, то есть торговали между, очень просто говоря, между Востоком и Западом армянских купцов. Там было очень много, и у них был даже свой специальный так называемый дом армянский. На самом деле это была просто гостиница, но и гостиница именно для армянских купцов. И, конечно же, купцы по достоинству оценили вот изобретение Гутенберга, печатный станок, и, понятное дело, что прикинули, какие возможности, какие выгоды можно извлечь из вот таких новых возможностей. Был ли этот окоп удачливым купцом? Как он жил, чем торговал, что делал, мы ничего о нем не знаем. Просто на одном из своих книг, в конце своих книг он оставил такой же поминальник, колофон, где писал о себе, упомянул себя и просил, чтобы вот читатель просил за него благословения у Бога. Он напечатал венец, он купил печатный станок, собрал армянские вот эти буквы печатные, заказал, скорее всего. Он напечатал всего пять книг, но вот именно перечень этих книг указывает, что он действительно был купцом, то есть он был человеком практичным, потому что понятное дело, что библию он не мог напечатать в село вот работы, которая требовалась, огромная работа, он напечатал пять малюсеньких книжечек, среди них календарь, требник, что очень интересно, лечебник доктора Галена, но к этому лечебнику были добавлены гороскоп, календарь о благоприятных и неблагоприятных, то есть вы знаете, такое ощущение, что это вся книжная тематика была нацелена на женскую аудиторию, хотя мало женщин тогда умело читать я серьезно говорю, гороскоп, лечебник Галена, требник, по каким, то есть по каким дням ходить в церковь, что делать во время службы, песенник, что очень интересно, сколько у нас получилось, значит, гороскоп, ну, лечебник Галена, песенник, требник, календарь и еще одну книгу, это уже чисто для церковников церковный календарь, то есть церковные праздники вот на этот год на какие дни приходится, но, как говорится, начало уже было положено, в Европе тоже наступили новые времена и приходилось считаться со вкусами простого населения, наступает дальше у нас примерно 50-летний перерыв, перерыв, который очень бурно протекал как на востоке, так и на западе. Если на западе мы говорим о возрождении, о высоком искусстве, о расцвете философской мысли, своеобразное возрождение происходило на западе, простите, на востоке тоже происходило своеобразное возрождение, там царили султан Сулейман, Селим, Грозный, в Персии поднималась династия сефефидов, Армения, к сожалению, находилась на своем прежнем месте, то есть от султана Сулеймана к северо-востоку, от Шаха Сефи к северо-западу. И оба этих государства все свои вопросы, все трения решали на территории Армении. К чему это приводило, я долго рассказывать не буду, приводило к самым плачевным результатам. И в общем получилось так, что в 1562 году тогдашний католикоз Михаил из Себастья нашел человека, знатока латинского языка, армянского языка, человека, который в общем прекрасно разбирался во всех политических интригах, звали его Абгар, Абгар-Диакон или Абгар из Тохата, и отправил к римскому папе Пию IV с нижайшей просьбой оказать хоть какую-то посильную помощь народу Армении. Ну, Абгар, как человек такой тертый, умный, он отправился вместе со своим сыном, но он отправился непрямиком в Рим, потому что он прекрасно знал, что за ним следят шпионы, как турецкие, так и персидские, потому что вот, да, католикоз его отправил, но в католикозской резиденции тоже были люди непростые. и вот он растягивает свое путешествие и получается так, что некоторое время католикоз теряет его из виду, а миссия проходила в строгой секретности, и что делает наш наивный католикоз? Я это просто рассказываю, чтобы показать, до какой степени политически неподготовленными и наивными были тогдашние армянские духовные и политические лидеры. Католикоз начинает трезвонить по всей Европе, писать Пию II, писать всем своим этим вот наушникам, всем своим осведомителям и в Рим, и в Венецию, где Абгар. А так как его никто в лицо не знает, он еще и подробно описывает, что он левой рукой пишет так же как правая рукой, что он владеет каким-то шифром, который кроме него никто не понимает, то есть он выдает полный список, он полностью выдает своего агента, да, причем выдает так, что по всему Риму начинают его искать по непосредственному приказу Пии IV, и, наконец, когда его не находят, сообщают католикозу, что его нет среди живых, но его нет и среди мертвых, так что когда он появится, мы вам сообщим. Абгар появляется через год, в общем, католикоз там успокаивается, но Пии IV ставит очень жесткое условие. Он ставит условие, которое в 1307 году он ставил перед Киликийской делегацией, он ставит условие, которое в 1389 году он поставил перед Константинопольским патриархом. Он ставит одно и то же условие принятия католицизма. Это его условия, но вместе с этим он выделяет для армян в Риме церковь Святого Николая, которая станет уже армянской церкви, то есть он усыновляет сына Абгара, чтобы показать свое расположение, но тем не менее понятно, что такое условие было неприемлемым, и Абгар решает покинуть Рим. И как человек умный, он уже понимает, что за ним следят, и чтобы как-то скрыть цель своего визита, что он делает? Он отправляется в Венецию, потому что знал, что там до него была запущена армянская типография, якобы для того, чтобы сбить идущим за ним по следу людей. Он приехал в Европу чисто, чтобы заняться типографским делом. он восстанавливает там типографию. И вот обратите внимание, первое, что он печатает, это не требник, это не сборник псалмов, это не сборник, это не молитвенник, букварь. букварь. Первый букварь армянский был напечатан в 1562 году в Венеции рукой Абгара Диакона. Ну, конечно же, потом он повторяет весь список Хакопа Мегапарта. Опять же, вот все эти книги, которые были по объему доступны и требовали не так уж много затрат. Но можно сказать, что поворотным моментом в истории нашей типографии является, конечно же, открытие типографии в Голландии, в Амстердаме. Вообще, вот я еще несколько слов скажу про армянских купцов и потом продолжим. Армянские купцы в 16-м, в 17-м, в 18-м веках в Европе стали просто обычным явлением, настолько обычным, что на них уже никто не обращал внимания. Они как-то по-своему одевались, как-то держались по-своему, то есть их так и узнавали на улице и понимали, что это армянин, это армянский торговец. они до такой степени вот вжились вот в жизнь Европы этих веков, что даже попали в литературу. Например, вот у Фридриха Шиллера есть неоконченный роман «Толи духоведец, то ли духовборец». Он в 80-е годы прошлого века был опубликован. Это роман в журнале «Наука и жизнь». О чем там говорится? Всем нам хорошо известно граф Джузеппе Калёстро во время на венецианского карнавала наряжался армянским купцом, чтобы его никто не узнал и чтобы на него никто не обратил внимания. А второй случай, с которым я столкнулась, лично. Это роман польского писателя Марьяна Брандеса «Адютант Бонапарта». Там он рассказывает о своем герое, о первых шагах в политике своего героя, как он отправился в Турцию на какие-то разведывательные действия в костюме армянского купца. Но так как турки обратили внимание на его светлую кожу, нежную кожу, на длинные ресницы и заподозрили, что это переодетая девушка, его разоблачили. То есть костюм купца не спас. Так вот, один из вот этих, не один, а несколько этих таких армянских купцов дошли до Амстердама. Достигли там неплохих результатов в своем купеческом деле. И вот очень такой значимый для нашей истории, для новой истории Армении католикос Акоп Джугаяци. Он был из города Джуга, и поэтому его так и называли Акоп Джугаяци. он более известен в нашей истории как основатель освободительного движения в начале, в конце 17-го, начале 18-го веков. На самом деле он основатель скажем так тиражной типографии в нашей истории. О чем я говорю? Акоп Джугаяци сидя вот в Армении в Ачмиадине сумел по каким-то своим связям, по каким-то своим оказиям наладить в Амстердаме работу типографии. Причем вот все нужное все, что нужно было для организации типографии, буквы, матрицы, станки, все заказывали у лучших тогдашних мастеров. И там впервые была напечатана армянская Библия с поразительными гравюрами, с поразительными картинками. И что очень интересно, долгое время армянские типографы придерживались вот именно рукописных традиций, то есть чтобы человек не чувствовал отторжения, взяв в руки не переписанную, а напечатанную книгу, чтобы не было вот этого резкого перехода в сознании человека. Даже сохранили вот эти колофоны, упоминальники в конце книги, где писалось вот кто напечатал, когда напечатал, кто спонсировал, говоря сегодняшним языком. И вот в этой типографии было напечатано не только, понятное дело, что не только часа слова, не только вот Библия, но и букварь, опять же, букварь с кратким курсом, вот, с кратким курсом, говоря на сегодняшний манер, с краткой историей христианства. И еще вот география Моусеса Хоренатти. И что очень интересно, был напечатан сборник средневекового баснописца Вартана Айгекти. То есть это была книга чисто застольная, когда вот собирались семьями или собирались цехами, друзьями за стол и рассказывали друг другу, но сегодня рассказывают анекдоты. Тогда рассказывали друг другу вот эти басни. И книга так и называлась «Лисья книга». «Лисья книга». помимо вот этого был еще вот выпущен псалтырь, чем вот знаменателен этот псалтырь, что там текст был дан вместе с армянскими вот этими нотами, хазами, которые до сих пор не расшифрованы. Получается, вот был издан песенник с нотным текстом и вот самим текстом. В этом же, в этой же типографии в 1669 году была издана история Надир Шаха, которую написал Ракел Дабрижет Сейс, современник Надира Шаха. И к тому моменту он был жив еще. То есть получается, что первое прижизненное издание армянских авторов состоялось в 1669 году. И это все происходило пока только за границей. То есть можно сказать, что амстердамская типография стала снабжать также и Армению необходимой литературой. Первая типография на территории Армении была основана в 1771 году. Основал его католикос Симеон тогдашний, и он взялся за дело очень так браво. Во-первых, надо сказать, что к тому моменту действительно армянская церковь очень нуждалась в защите, потому что папские нунцы, легаты, шпионы, как их угодно можно называть, уже вовсю хозяйничали в самом Ачмиадине, в духовном центре армии. Ничего они не стеснялись, никого не боялись. и управы на них не было никакой. Но Симеон Ереванцы что он предпринял? Он, во-первых, о серьезности его намерений говорил тот факт, что параллельно типографии он основал бумажное производство. То есть бумага довольно дорого стоила, а так как у него были очень далеко идущие цели, то понятно было, что ему бумаги потребуется много. И чтобы зря не тратиться, он решил все это тоже производить на месте. Выписали двух мастеров из Франции, которые должны были все это дело организовать, но мастерам очень понравилось в Ачмиадине, в Ереване, им очень понравилось вино, очень понравилась дешевая еда, и они как-то вот забыли про бумагу. Католикос терпел, терпел, потом их позвал, потребовал отчет о проделанной работе, и сообщил им, что согласно предоставленному отчету им полагается вот столько-то ударов плетьми и сиденье и в прохладном погребе. Французы все поняли и взялись за организацию бумажного производства, и типография заработала. Это была первая типография на территории Армении. Что касается Востока, восточных наших колоний, дело в том, что Армения XVIII века очень отличалась уже своими политическими, экономическими предпочтениями от Армении времен Гакопа Гришника и Абгара Диакона. К тому моменту в Москве, в Петербурге очень укрепилась армянская община. В конце XVIII века дом Лазаревых только-только поднимался, но были уже Аргутинские долгорукие, были Сархатовы, были другие представители армянской купечества, которые наладили торговлю не только с Ираном, откуда они были родом, но и с Индией, через Индию и с Лондоном. Так вот, в индийской армянской общине в 1872 году была написана первая армянская конституция, причем конституция очень интересно называлась, заподнять тщеславие, была выпущена первая армянская периодическая газета с некоторыми вот такими перерывами. Газета называлась «Вестник», газету издавал некий Арутюн Шумавонян, а вот этот вот человек, Шагамир Шагамирян, он является одним из, он является автором одним из вариантов армянской конституции, потому что так получилось, что в 70-е годы появились сразу три конституции. Одну конституцию написали российские армяне, вторую конституцию написали индийские армяне, третью конституцию как-то вот решили вот все смешать и разделить пополам, но к тому моменту Екатерина Великая решила, что вернее началась очередная русско-турецкая война и эту конституцию отложили в долгий ящик. Вот это титульный лист нашей конституции. Наверное, уже пора закругляться. Конечно же, появилось и в Европе именно в начале 18 века появился огромный культурный центр, который до сих пор существует, который тоже выпускает свой периодический журнал научный Базма Веб. Это конгрегация махитаристов на острове Святого Лазаря недалеко от Венеции. Сегодня, не сегодня, а до последних времен, существуют армянские типографии, существуют издательства во многих крупных зарубежных центрах, но понятное дело, что в Армении. Я бы не сказала, что вся издательская деятельность находится под эгидой государства, потому что сегодняшние возможности появления электронных носителей, появления такой доступной техники, когда можно книгу напечатать у себя дома. есть огромное количество издательств и книжных типографий, которые занимаются этим делом. Понятное дело, что бумажные носители постепенно уходят, уступают свое место электронным носителям, но тем не менее, книга все-таки в нашем понимании пока остается кодексом, скажем так, этим форматом. Я просто перечислю еще некоторые города, где уже с 18 века прочно обосновалось армянское издательство, книгоиздание и периодика. В Петербурге это случилось в 1781 году, в Москве в 1820 году, в Новонахидшиване сегодня это вот самая старая часть Ростова-на-Дону в 1886 году, в Тифлисе в 1823 году, в Ереване первая типография открылась в 1876 году. Позор. Но чем я хочу закончить? Вот это армянский алфавит весь из золота бриллиантов, изумрудов и тому подобное на ониксовой пластине. А это армянский крест, вот тот самый живой крест хачкар, который вот видите, вот с такими листочками по краям и внизу вот круг жизни. Это сегодня хранится в резиденции католикоса, вернее в музее при его резиденции в очми оттене. И история тоже вот не совсем обычная. Ну, как вы знаете, я уверена, что вы знаете о событиях 15-го года. Но вы знаете, 15-й год это чисто такой символический год. То есть это пик всех этих событий. на самом деле вот резня шла очень долго и можно сказать, что закончилась она только в 21-м году. Но тем не менее это случилось и все эти события мы называем 15-м годом. Так вот после 15-го года, когда вся западная Армения была либо уничтожена, либо рассеяна по всему миру, прошло уже некоторое время уже в советскую благополучную процветающую Армению в 70-е годы католикосу Возгену Возгену Великому пришла женщина, принесла украшения очень-очень старинные, целатые и очень громоздкие и рассказала, что это украшения семейные, последние их носила ее бабушка, и она хочет пожертвовать эти украшения церкви. Ну, Возген первый принял эти украшения и долгое время думал, вот, как распорядиться этими вещами. И я не знаю, у него одного возникла эта мысль, или ему подсказали, или как-то вот пришли всем миром к этой мысли, потому что я знаю, что присоединился к этой инициативе и тогдашние руководители республики Карен Демирчан решили отлить армянский алфавит как символ, как стержень, как хранитель долговечности армянского народа, скажем так, немного высокопарно. И к этому, ну, к этим сокровищам добавили и другие люди, ну, пожертвовали, понятное дело, что и сам Вазген пожертвовал какое-то количество золота, и другие жители диаспоры присоединились к этой идее. Собралось более чем достаточно материала, были отлиты вот эти буквы в золоте, прикреплены вот к кониксовой доске, а в знак благодарности к самому Вазгену я уже не знаю на чьи средства и по чьей инициативе был этот отлит вот этот золотой крест. И они вот прямо висят рядышком в зале, правда, они прикрыты, дверцы открывают в редких случаях при вот таких высоких посещениях и показывают гостям. Ну, это можно понимать по-разному. Кому-то покажется, что это какой-то перебор, а на самом деле это действительно отношение людей к тому, что имеешь, к самому ценному, к самому значимому. Я закончила. Спасибо вам.